Музыка Уважаемые товарищи, подошли к рассмотрению третьего вопроса. Звучит о борьбе профсоюзов за обеспечение занятости. Для доклада приглашается товарищ Федя. Здравствуйте, товарищи, Федя Андреевна Владимирович, город Королёв, оператор станков ЧПУ. Сейчас, сегодня мы поднимались, как и каждый раз, очень важные вопросы. Хотя они то похожи, то вроде одни держи, но мы пока еще не зашли на эту первую ступеньку, чтобы дальше куда-то двигаться. Об важности спорить неохота, такой вопрос важнее. Они все настолько переклетаются между собой. Это, наверное, такая диалетика развития общества, похоже. Нельзя ничего выкинуть. И все влияет одно на другое. И этот вопрос о занятости тоже очень важен, так как, если работы не будет, то не будет этих вопросов вообще, решать нечего нам будет. И будет огромное. А у нас так, как происходит сокращение по всей стране, к сожалению, очень часто и много. И огромное количество рабочего класса, который как бы мог включаться в борьбу, просто вымывается и становится вредно безработно. В связи с этим вот есть некоторые такие моменты, за которые нужно бороться, чтобы занятость немножко была у нас получше и ситуация в этом вопросе. Например, такой первый вопрос, это самый первый, и обязательно, уже я вам звучал сегодня, обсуждали, это борьба за сокращение рабочего дня до 6 часов. Так как этот момент приведет к тому, что не будет дефицит рабочих кадров, а наоборот будет востребованность в кадрах и, может быть, дефицит даже. Вот. Потому обязательно необходимо этот пункт включать в коллективные договора, конечно, начать с профсоюзов, где они есть уже, там коллективные договора. Составлять, переписывать, вот. И включать обязательно это. Потому что без сокращения рабочего дня у нас производительность труда будет расти, а получится машина нужна, а человек получится как бы не нужен вроде. Вот. Второй пункт, это борьба со сверхурочными, тоже переплетается с этим с рабочим временем. Тем более у нас в погоне за прибылью, а прибыль это не что иное как неоплаченное время рабочего, просто времени. Так что, когда люди берутся за сверхурочные, они должны понимать, что они всего один час производят свою зарплату, все остальное время это они на себя как бы даже не работают. И работодатель считает, сколько платить. Если они не будут сверхурочно работать, им все равно будет зарплата определена, определенная какая-то. В случае отказа от сверхурочных уже на 30% где-то можно сразу повысить стоимость рабочей силы просто в пересчете на один часть труда. Так как, учитывая тот факт степени эксплуатации, которая уже сегодня здесь озвучивалась, то, что вы работаете практически весь день на прибавочную стоимость, а не на себя. Можно понять, что вы и сколько перерабатываете, просто лишнего, и опять же таки не на себя. А то, что вам доплатят, может быть лишнюю тысячу, или сколько там это. Сильной погоды не сделают, так как вы потеряете больше здоровья. Сегодня медицина, к сожалению, для простого рабочего человека это достаточно недоступный такой. Третий у нас есть еще момент тоже борьбы за занятость, это со срочными договорами. Обязательно нужно прописывать тоже, чтобы исключать эти срочные договора, чтобы они не заключались. Так как это вообще, он очень примитивен, он сразу, как только, если какой-то человек заключает, он уже обречен на увольнение и вообще на волю Бога, работодателя и конъюнктуры. Все. Если он человек ненужен, только кончился договор, значит человек может быть нужен, может быть не нужен, это уже. За это надо идти свечку ставить там. Никаких гарантий вообще этот договор дать не может. Срочный договор, только, конечно, коллективный договор, но сегодня самый такой прогрессивный договор, который может людям давать какую-то уверенность, мало-мальски, в завтрашнем дне вообще. И вообще хоть как-то улучшать жизнь рабочих, их условия труда и стоимость рабочей силы, которую они ходят на работу продавать. Третья борьба. Борьба за обеспечение реальных экономических гарантий полной занятости за счет научно-технического прогресса. Всегда это еще и Маркс описывал капитал, самая возрастающая стоимость, она не просто возрастает сама по себе, она за счет прибавшей стоимости, но не просто прибавшей стоимости, часть ее всегда откладывается на обновление оборудования, обновление на научно-технический прогресс, так как на увеличение производительности труда, так как это все-таки тоже дает достать хорошую прибыль. Когда рабочий класс находится в такой стагнации, не борется ничего и занимается просто кивательством, что ему говорят, то и делает, прибыль можно абсолютную получать, просто постоянно поднимая заработную, опуская заработную плату и все. Или наваливая на людей все больше и больше работы, когда люди больше работают, если, допустим, 3 человека больше, это вот к сверхурочным относится, если 3 человека там перерабатывают по 4 часа, то уже как бы они наработали на одного, кого-то выкинуть из них надо, то есть люди сами себе получается конкуренцию задают, если вы перерабатываете, может быть, вас и уволят тоже, в принципе, потому что если вы будете с планом справляться, так кто-то будет лишним, а люди работать будут больше 8 часов, допустим. Так что научно-технический прогресс тоже, вот это в полдоговора надо записывать, так как, чтобы часть какого-то дохода, чтобы периодически оборудование обновлялось просто на новое. Новое, оно всегда работает лучше, быстрее и так далее, люди происходят в разговорах часто, и здесь вот тоже с товарищами общались. Это просто заметно на работе у многих, то что многие люди, кто к обеду, кто к 3 часам уже сделали весь основной объем своей работы, это не потому, что они что-то изменились, или сегодня они такие отдохнувшие, они решили вдруг там вот сегодня рвануть на лычку. Просто это уже в системе меняется оборудование, меняется подход к работе, меняется отношение, грамотность. Также нужно еще забивать в полдоговор обязательный такой пункт, как обучение, повышение квалификации, это тоже влияет на производительность труда, и на качество труда, на улучшение условий труда тоже влияет, когда люди обучаются, получают новое оборудование, они меньше, может быть, дышат чем-то там. Новое оборудование всегда, оно немного лучше, и даже в отношении здоровья легче на нем работать, оно может быть чище, вот у нас есть на работе некоторые такие оборудования, у них другие уже вытяжки или еще что-то там, лазерные какие-то, принтеры есть, вот, меньше запахов каких-то, так далее. Это тоже условия труда, шум, все это улучшается постоянно, постоянно улучшение будет идти, вот. Ну а также еще важный момент, такой, как объединение всех активных, первичных профессиональных организаций вокруг Федерации профсоюзов России. Это очень важный пункт в борьбе профсоюзов, так как консолидация на основе программы задачи коллективных действий позволит иметь единые цели в борьбе, вместе как-то соорганизовываться, координироваться и так далее, и как бы не чувствовать себя таким одним кораблем в море, связь всегда быть на связи. И как сегодня на РКР мы здесь получаем много нового, интересного, рекомендаций и так далее, обмениваемся опытом. Это можно просто в любой момент, если мы будем все вместе как-то соорганизованы, у нас если будет какая-то централизация, какой-то центр единый, то мы будем просто такой огромной силой, с единым центром этой, а централизация, она всегда выделялась своей такой, какой-то мощью, усиливала все разрозненные огромные, нас же много, миллионы, в принципе, но мы пока разрозненные, нам очень сложно это все поодиночке, конечно. Хочется сказать, я вот недавно узнал, что как бы мы сто лет назад наши деды еще как-то были такие, немножко дальше на сознание их ушло, а прогресс это, допустим, все человечество находится всегда в развитии, и оно развитие не просто самого себя, а средство производства развивалось. А развитие это движение от простого к сложному, от худшего к лучшему, а прогресс это вот, когда совпадает это техническое развитие с осознанием вообще, с осознанием людей, то, что им это может дать вообще. У нас вот на сегодняшний день люди как бы немножко, наверное, не понимают, что им могут дать на сегодня вообще. Наш прогресс, наша промышленность немножко охают, ахают, как можно получать столько денег или еще что-ли, какой требуете, там, такую зарплату. Ну, люди очень много недопонимают или просто опускают, ведь мы же от Советского Союза, мы немножко откатились вниз, мы от лучшего к худшему, и если так, экономика, которую до сих пор называют, якобы она была плохая или примитивная, но она нам давала возможность бесплатного образования, лечения, жилье и так далее, гарантии полные, там, социальный пакет весь, коммуналка для нас вообще, мы не знали, что такое налоги, коммуналка, все это было копейка. Вот, я считаю, это было прогрессивно. То сегодня это тоже, и несмотря на это, что бы нам ни объясняли, стоимость товара все равно входит, мы вот, что бы мы ни производили в стоимость этого товара, входит все абсолютное жилье, так как это все производится, и вся, любая стоимость, она стоит всех затраченных сил. А рабочая сила – это именно вот такой товар, в который должно входить, и оно входит, жилье, медицин и так далее. Но если нам этого не оплачивают, это не значит, что мы должны как-то с этим соглашаться и кивать головой, и работодатели. И всегда рабочие, к сожалению, очень многие часто занимают позицию работодателей, непонятно почему, они их, можно сказать, убивают, не давая жилья, образования, медицины. Ну что ж, человека будет, и заставляя работать больше положенного времени. Человек изнашивается, человек и моральный, и физический, всячески изнашивается человек. И не имея возможности жилье даже купить, или полечиться, сегодня люди, очень многие ходят на работу с больными руками, ногами, к туче. Я сам это знаю, тоже не всегда имею возможности сходить к врачу вовремя или там после работы, пусть работу он уже не принимает, или раз в месяц. Но это очень все сложно. Так что вот такие вот задачи, что это нужно включать в полгодоговоры основные. И самое основное, конечно, объединяться. Если кто-то, не знаю, не может, профсоюз или что, должна быть своя рабочая партия какая-то, вы же рабочая все. А на сегодня все есть. Даже сами законы позволяют людям руководить страной. Вы только объединитесь, у вас будет Советский Союз. Сами законы позволяют буржуазам. Как это ни смешно, но они позволяют. Общественные организации позволяют. Конституция нам и Трудовой Кодекс позволяют. Забастовки, организации профсоюзов, все позволяют. Да это такая мощь, это же управление практически полное, если мы консолидируемся как-то вместе. А потом я недавно узнал еще, вот интересный факт такой, что раньше крестьяне знали и замечали, что лошадь, когда работает больше 8 часов, она умирает. А так как это было средство производства, и она, кормилица это, на вес золота их лошади были, в принципе, то не могли себе позволить крестьяне лошади не давать ей отдыхать после 8 часов труда. И вот, я думаю, 100 лет назад наши деды и прадеды сделали большой шаг прогрессивный в сторону 8-часового рабочего дня, но и все-таки надо согласиться, что это мы еще даже к человеческому режиму рабочего дня не приблизились. Мы к лошадиному, можно сказать. Я думаю, нам пора уже как-то людьми становиться, как-то и лошадиками, и становиться человеком, говорить, что мы люди. И не просто говорить, а требовать. И не просто, что... А со всеми вытекающими отсюда последствиями, что нам здоровье, это нам просто крайне необходимо. Жилье – это просто крайняя необходимость. Здоровье – это крайняя необходимость просто. Это не какая-то прихоть или там балаш наша или еще что-то. И это у нас все было. По какой причине это все отобрали? Мы пока не трогаем. Мы сейчас другими вопросами занимаемся. Но это все очень можно легко взять, в принципе. Главное – не сидеть на диване. Никто нам ничего не принесет. И не ждать 6 лет каких-то там выборов, как-то Емеля на печи какой-то или кто там. Я муромик. Чтобы раз в 6 лет пойти, и вот каждый раз люди с выборов или после, вот мы его выбрали, а он нам ничего не... Вот мы на него надеялись. Нет смысла всю историю переберить. И не было такого в истории человечества, чтобы кто-то за вас пошел и за вас начал там вашу жизнь облагоустраивать, делать лучше какие-то вам блага. Просто-напросто нужно самим, опять же таки, так как и 100 лет назад, взяться вместе, объединиться. Тем более сегодняшние современные средства коммуникации позволяют нам быть все время вместе онлайн, консультироваться и так далее. Я предлагаю учесть все эти вот нюансы по занесению в коллективный договор, который будет улучшать положение занятости в стране и подниматься людям и становиться людьми, отойти от этих лошадиных таких доз труда, в которых нет никакой необходимости. Мы час целого отрабатываем свои зарплаты, еще часа-двух там за глаза на налоги, на собственника, чтобы они жировали где угодно. Ну, конечно, мы не можем сейчас до трех часа говорить. Нам нужно сделать шаг, на одну ступеньку хотя бы встать. И я хочу обратиться к людям, которые часто очень задают вопросы на проходных, когда раздаешь газеты, когда там что-то изменится, когда новое что-то появится или еще что-то. Пока вы на одну ступеньку не подниметесь, не встанетесь хотя бы одной ногой, ничего, вторую ступеньку говорить даже не стоит. Надо учиться, 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 как Ленин завещал. И тогда это вот у нас первая ступенька получше. Вторая ступенька – это уже будет партия. Тут уже политические вопросы и так далее. Предлагаем учесть эти моменты и обратиться ко всем, кто смотрит. Вставать с дивана и превращаться в людей из лошадей. Спасибо. Спасибо. Корольков Евгений Александрович, слесарь сборщик, Санкт-Петербург. Здравствуйте. Возможность участия профсоюза в деятельности по обеспечению занятости своих членов обеспечивается федеральным законодательством. Это федеральный закон о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. Закон Российской Федерации о занятости населения в Российской Федерации, Федеральный закон о Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и Трудовой кодекс Российской Федерации. В рамках действующего законодательства возможность деятельности профсоюзов по отстаиванию интересов своих членов также реализуется в отраслевых соглашениях и конкретных коллективных договорах. Право профсоюзов осуществлять контроль за соблюдением действующего законодательства в области занятости предусматривается в части 1 статьи 21 Закона о занятости и части 1 статьи 12 Закона о профсоюзах. Также в статье 19 Закона о профсоюзах профсоюзы имеют полномочия для контроля за соблюдением Трудового кодекса Российской Федерации должностными лицами и работодателями. По идее, профсоюзы имеют право требовать от работодателей соблюдения интересов работников в отношении которых принято решение об увольнении. Это в равной степени касается всех случаев, будь то массовое увольнение или увольнение одного члена профсоюза. Так, например, в соответствии со статьей 373 Трудового кодекса РФ, профсоюзная организация в течение 7 дней имеет право отправить работодателю свое письменно мотивированное мнение в ответ на проект указа об увольнении члена профсоюза. При несогласии с предполагаемым решением профсоюзная организация могут инициировать дополнительные консультации, оформив их протоколом. При отсутствии согласия в процессе консультации профсоюз имеет право обжаловать решение работодателя в Государственной инспекции труда. По предложению профсоюзов могут проводиться взаимные консультации по проблемам занятости между работодательными органами исполнительной власти и профсоюзами. Профсоюзы вправе требовать включения в коллективные договора конкретных мер по обеспечению занятости. Но это в теории, а на практике профсоюзы не рассматриваются работодателями как равноправные партнеры. Вследствие финансовой несамостоятельности и абсолютной административной зависимости профсоюзной организации на большинстве предприятий лишены возможности отстаивать права своих членов в правовом поле и возлагают ответственность за бедственное положение рабочих на государство. В большинстве случаев целью работы профсоюзов, кроме организации культмассовых мероприятий, остается только усилие по сохранению численности работников предприятия. Для повышения роли профсоюза в обеспечении занятости необходимо, чтобы первичные профсоюзные организации, вооружившись рекомендациями и советами Рабочей партии России, брали инициативу в диалоге социального партнерства со своими работодателями в свои рабочие руки и активно продвигали и отстаивали коренные интересы рабочего класса через составление и принятие прогрессивных коллективных договоров. Понятие занятость в законе о занятости представляется как непротиворечащее законам деятельность граждан, направленное на удовлетворение личных и общественных потребностей посредством трудового дохода заработка. Для удовлетворения спроса и предложения на рынке труда учреждены государственные службы занятости. Помимо государственных бесплатных служб занятости существуют частные агентства занятости, оказывающие услуги на возмездной основе. Но работодатели и рабочие могут непосредственно без помощи агентств и служб занятости заключить между собой трудовое соглашение. Как показывает практика, в трудовых договорах или контрактах интересы профсоюзов предприятий не учитываются. Таким образом, профсоюзные организации предприятий совершенно не участвуют в кадровой политике и кадровом планировании предприятий. Хотя террористически такая возможность есть. Для этого необходимо наличие сотрудничества между отделом кадров предприятий и первичной профсоюзной организацией с одной стороны и сотрудничеством между первичной профсоюзной организацией предприятий и территориальной организацией отраслевого профсоюза. Эти положения должны быть непременно закреплены в коллективном договоре, иначе действенное участие профсоюза в борьбе за занятость будет бессмысленным. Как пример, такого коллективного договора стоит привести в договор докеров. В своем коллективном договоре в разделе, посвященном занятости, они закрепили обязательство работодателя информировать правком о наличии вакантных рабочих мест и право трудоустраивать на них родственникам некоторых категорий работников. Также закреплена обязанность работодателя при ликвидации подразделения предоставлять работникам работу по специальности в других подразделениях, а при отсутствии наличия вакансии оказывать содействие в трудоустройстве в другие организации. Вообще в условиях торжества государственной экономики, диктатуры буржуазии и практически ничем не ограниченной власти частного капитала и патологической жажды наживы, когда рабочий класс не организован и не сплочен, вопросы занятости работников в настоящем времени всецело зависят от произвола работодателя. Таким образом, произвол работодателя в отношении занятости в настоящем и будущем трудовой деятельности работников необходимо ограничивать через примуждение к заключению с трудовым коллективом прогрессивного коллективного договора, в котором ликвидирование угрозы занятости рабочих будет для работодателя являться одной из приоритетных задач. На примере одного из лучших коллективных договоров докеров первого контейнерного терминала морского порта Санкт-Петербурга можно рассмотреть, как решались эти вопросы трудовым коллективам и работодателям. Так, при ликвидации или банкротстве предприятие-работодатель при образовании нового предприятия на имущественной базе старого обязан предоставить не менее 90% рабочих мест работникам ликвидируемой организации, а при принятии решения о ликвидации не менее чем за 3 месяца уведомить правком и провести переговоры по соблению прав и интересов рабочих. Пункты 3.2.12 и пункт 3.2.21. Помимо банкротства и ликвидации предприятия в рост занятости несут для работников сокращение объемов или изменения производства, связанное с конъюнктурой на рынках или сокращением бюджетного финансирования, и, как следствие этого, сокращение или изменение штатного расписания организации или сокращение численности работников предприятия. При наступлении такого случая работодатель обязан предоставить правком и работникам информацию о вакантных рабочих местах в других подразделениях и стремиться заполнить вакансии прежде всего работниками своего предприятия, обеспечивать преимущественный прием на работу в новые предприятия и организации, создаваемые на базе старого. Пункты 3.2.7, 3.2.9 и 3.2.13. Изменения штатного расписания организации и влекущая за собой угрозу занятости работников могут быть вызваны еще и объективными процессами модернизации производства и замены устаревшего оборудования на новое. Докеры этот вопрос учли и отобразили в коллективном договоре, где штатная численность докеров-механизаторов согласовывается с правкомом, а штатная численность работников службы обеспечения устанавливается с учетом мнения правкома. Пункт 3.1.7. Также за счет работодателя осуществляется обучение работников смежным специальностям или компенсируются затраты работников на самостоятельное обучение. Пункт 3.1.14. Кроме внешних объективных факторов, приводящих к нарушению деятельности предприятия и ущемлению интересов работников, администрация предприятия в целях оптимизации сдержек производства может применять такие инструменты, как аутсорсинг, договоры подряда, заемный труд и другие гражданско-правовые договоры для обеспечения производства товаров и услуг. Про союз докеров это предусмотрел и в коллективный договор внес требование не заключать со сторонними организациями договоры на проведение работ, которые могут выполняться силами работников предприятия и угрожающих занятости или ухудшению условий труда работников. Пункт 3.1.5. А в случае необходимости оформления срочных трудовых договоров администрация представляет обоснование и согласовывает такое оформление с правкомом. Также требуется согласовывать с правкомом переоформление срочного на бессрочный трудовой договор или отказ работнику в этом переоформлении. Пункт 3.2.11. На всяком предприятии существует некоторая возможность получения работниками производственных травм и заболеваний, связанных с вредными условиями труда. Интересен опыт докера в отображении этих проблем в отношении занятости в своем трудовом договоре. Наряду с пунктами, прямо запрещающими без согласия правкомов увольнять по сокращению численности или штатов работников, получивших на производстве увечья или профзаболевания. Пункт 3.2.19. Докеры обязали работодателей содействовать в трудоустройстве таких работников по их желанию в других организациях, а также предоставлять приоритетное право поступления на работу их ближайшим родственникам. Пункты 3.2.3.3.2.4. Для обеспечения реализации условий индивидуальных и коллективных договоров в Конституции Российской Федерации в 37-й статье закреплено право на забастовку. Таким образом, в условиях, когда по произволу работодателя сокращается вследствие роста производительности труда рабочие места, забастовка является самым действенным способом принудить буржуазии к пониманию необходимости соблюдения условий прогрессивных коллективных договоров, отражающих коренные интересы рабочего класса. Это положение получило свое развитие в статье 409 Трудового кодекса Российской Федерации, где прямо указывается, что если примирительные процедуры не привели к разрешению трудового спора, то рабочий коллектив или его представители имеют право приступить к организации забастовки. Таким образом, готовность к забастовочному движению рабочих коллективов является главным фактором сдерживания произвола работодателя в сфере занятости и вообще в области защиты коренных интересов пролетариата. Потому что социальное партнерство само по себе не обеспечит занятости. Для этого необходима классовая борьба как основа достижения интересов пролетариата, в которой важны все направления. И сокращение трудового дня, и прекращение выходов на сверхурочные работы, и работа в выходные дни. Доклад окончен. Уважаемый товарищ, кто бы хотел высказаться по данному вопросу? Я скажу пару слов. Вопрос-то интересен на самом деле обеспечение занятости. И когда этот вопрос обсуждается в коллективах, все-таки коллектив еще не понимает всей важности этого вопроса, этого момента. Он думает, что его занятости должны обеспечивать. И у нас в старых коллективных договорах, которые действовали до сегодняшнего дня, этот момент был очень скрупулезно прописан. То есть работники могли четко понимать, что без работы они точно не останутся. А вот на протяжении последних лет, уже последние коллективные договоры, уже эту функцию несли не так подробно. И с себя как бы уже работодатель эти обязательства перекладывал уже на плечи самих работников. Ну и действительно самим подумать. В первую очередь, наверное, этот вопрос первостепенный, когда у человека действительно есть работа и есть ее занятость. А уже заработная плата и условия труда уходят как бы на второе и третье место. Соответственно, мы все живем посредством того, что мы трудимся. Соответственно, этим самым зарабатываем себе на жизнь. Не окажется у нас такой возможности, как мы будем существовать. То есть, соответственно, для нас этот вопрос становится первоочередным. Вот как бы в докладах я услышал о том, что идет переорганизация, модернизация предприятий. Но есть еще такая форма, как перепрофилирование производства. Потому что сейчас много крупных, вот мы вчера об этом говорили, много крупных предприятий дробятся на мелкие, а мелкие предприятия не всегда выдерживают той конкуренции, которые на сегодняшний момент есть на рынке. И труда, и того продукта, которого они производят. И не каждый из руководителей как бы берет на себя ответственность именно перепрофилировать это производство, сохранив при этом и работников, и предприятия. Но просто заняться другой сферой деятельности. Вот такое место тоже имеет быть на сегодня. Кто-то этим занимается, кто-то этим не занимается. Практически во всех коллективных договорах, которых я видел, идет вот эта норма предупреждения, если финансовое состояние предприятий ухудшается. Но не всегда как бы могут даже и руководители этого предприятия предугадать, что завтра будет крах того или иного предприятия, потому что бывают даже рейдерские захваты посредством государственных структур. То есть мы об этом знаем, что и такое происходит. И должны понимать, как рабочий класс, что им-то не нужно такое сильное объединение. Оно нужно нам. А вот эти крупные предприятия именно для того и ослабляются, и разбиваются на мелкие АОшки для того, чтобы не было вот этого сплоченного круга рабочего класса. Все-таки уже поднимая первый, второй, третий вопрос, в котором мы как бы постоянно заявляем, объединяемся, объединяемся, объединяемся. Но все-таки давайте объединяться. У нас целое непаханное поле работы. Надо поднимать эту целину, если она уже заросла до такой степени. Ну, кому, если не нам? Спасибо. Горошина Сергея, Егор, ты проста, для которого он справился. Ну, по поводу обеспечения занятости, с точки зрения энергетики, хочу сказать. В энергетике подстанции, линии электропередач, оборудование этих подстанций, оно старое. Этому оборудованию уже более полувека, и на многих подстанциях электрических и генерирующих, оно меняется, но меняется очень медленно. И на какое оборудование оно меняется? Оно меняется на оборудование зарубежное. Почему оно зарубежное? Потому что электротехническая промышленность в России, она практически отсутствует. Если до 1991 года, в 1991 году около 400 предприятий электротехнической промышленности существовало, и вот у нас на подстанциях оборудование полувековой давности. Есть, конечно, и иностранное ГДР, например, но массовые выключатели, высоковольтные, воздушные выключатели, всякие трансформаторы напряжения, всё это было российского производства, то есть электротехническая промышленность была. Сейчас этого ничего нет. Или это есть в очень маленьких объёмах, кое-что есть. Трансформаторы есть, но большой мощности трансформаторов нет, они зарубежные. Вот в Китае недавно запустили линию 1000 кВт. У нас в СССР была тоже линия 1100 кВт даже, это была первая в мире такая линия. А у нас расстояние больше, чем в Китае, соответственно, чтобы уменьшать потери, нужно напряжение увеличивать. И у нас была такая линия, а это же не просто линия, не просто провода. Да, это значит были выключатели, это было всё оборудование, трансформаторы напряжения, релейная защита. Всё это было советского производства, и всё это делалось только здесь, в Советском Союзе, потому что нигде ни в Европе, ни в Америке нет таких расстояний, у них нет такого оборудования, им это не нужно. И вот сейчас Китай это делает, своё собственное оборудование на такое классное напряжение, а в России этого нет. Даже высоковольтного оборудования практически никакого нет. Всё, мы закупаем зарубежное, и вот у нас реконструируются подстанции, и всё оборудование, в том числе и китайское есть, и австрийское, и немецкое, а своего нет. Кому это выгодно? Ну, естественно, это выгодно иностранному капиталу, иностранным фирмам, которые это оборудование производят, нам продают за нефть, за сырую и за газ. А кому выгодно создавать нашу техническую промышленность и, соответственно, создавать реальные рабочие места? Только работникам, только работникам российским. И они это могут сделать, соответственно, только коллективно потребовав, коллективно требуя, и создавая это оборудование, потому что, вот, я не помню точно, 2008 или 2004 год в Москве был энергетический коллапс, там пол Москвы без света сидела. Почему? Потому что трансформаторы, которые сгорели, и один, и второй, они старые были. Они тоже работали полвека и просто не удержали такой нагрузки. И, ну, по большому счёту, ситуация не меняется. Оборудование всё стареет, стареет, и в конце концов мы придём к такому состоянию, что оборудования запчастей нету, оборудование всё старое разваливается, а нового оборудования нет. А вот из-за санкций нам не будут, например, поставлять оборудование новое. И, а без электричества, ну, это каменный век. Мы в каменный век вернёмся без электричества. Поэтому обеспечение занятости – это тоже очень важный вопрос. И обеспечивать занятость нужно, прежде всего, в промышленности, в производстве каких-то материальных предметов, прежде всего. Потому что, вот, на примере Google Электросталь, я вижу, что открываются магазины. Магазины, магазины. То есть, весь город в магазинах. Первые этажи жилых зданий вдоль улиц основных, они все в квартире выкупаются. И там целые первые этажи, делается ремонт, и там сдаются в аренду. Стоятся торговые центры, очень много торговых центров. А вот чтобы заводы строились, вот такого нет. Они строятся, но в намного меньшем количестве, и они мелкие. Эти все предприятия, очень маленький объём выпускаемой продукции. И, в общем, вместо магазинов надо строить промышленность. И тогда будут рабочие места. В магазине сколько человек работает? Кассир, продавец? Там 5-10 человек. А крупные промышленные предприятия – это тысячи, десятки тысяч людей. Поэтому, говоря о занятости, нужно говорить о том, что нужно создавать эти рабочие места в промышленности. Спасибо. Максим Гордевнин, Самара. Хотел поделиться ситуацией в Самаре. Вот мы полгода назад встречались, и этот вопрос звучал о том, что задача профсоюзов – это сохранение производства и сохранение в результате рабочих мест. А сейчас ситуация, вот у нас в Самаре дошла до такого состояния, что космический завод «Прогресс», который вы знаете, да? А там сокращение идет непрерывно. То есть сокращают, сокращают, сокращают. Два-три сокращения в год. То есть, получается, приходит разнарядка на сокращение, людей готовят, сокращают. Только сократили этих, приходит следующая разнарядка на новое сокращение. Дошло до того, что, я не знаю, все вы слышали или нет, человек после разговора с начальством пришел в цех и повесился. То есть мы говорим не просто о сокращении, о сохранении рабочих мест, мы говорим о сохранении жизни людей в данный момент. Потому что вот молодой специалист, да, семья, ипотека, сокращение на заводе, он понимает, что в Самаре все, он не устроится на работу. Потом пришел и повесился. Причем я сначала думал, что это фейк, потому что буквально за день до этого была информация, что повесился на Уралвагонзаводчик. Потом у нас сразу пошла, скажем, вот эта информационная волна, выяснилось, что предпенсионного возраста человек упал, и умирал от инфаркта на проходной. Когда узнал о том, что попал под сокращение. И обращаются люди, вот списываются, говорят, что сделать. Я говорю, ребята, мы к вам год назад обращались, давайте что-то делать, давайте создавать профсоюз, давайте начинать бороться. Да, вот они, у них все было хорошо, пока они их не коснулись, теперь вот люди попали под сокращение, и они обращаются. Что сделать? Что-то возьмем, уже поздно. Их уже сокращают, там 800 человек, вот сейчас сокращают в апреле месяце. Эта вот ситуация, вот она, шумиха была по всей России. Это одна страна. Второй завод в Самаре, крупный. Павел Кузнецов. Там около 12 тысяч человек работает. Вышел на контакт, человек, который там работал, был инженером, высокого уровня. Вот. Болит сердце у человека, хочет сохранить производство. Начали общаться, и вот такую информацию узнали. За 10 лет завод не выпустил ни одного двигателя. Его самая главная задача, это двигатели для Ту-160, для наших ракетоносцев. За 10 лет, с планом, то есть у него есть заказ в этом заводе. Они не выпустили ни одного. Они сделали пять двигателей. Новофокус такой, что военная приемка из партии берет двигатель, из произведенной партии, и гоняет его на испытаниях. И у этого двигателя вылетает лопатка. То есть он бракованный. Берут второй двигатель, второго двигателя тоже вылетает лопатка. То есть из пяти двигателей два бракованных. Пять двигателей произведенных стоят сейчас на заводе, никто ничего с ними не делает. То есть за 10 лет рабочим платят зарплату. Причем официального сокращения на Кузнецове нет, в отличие от прогресса. Прогресс сокращает официально. То есть предлагает компенсации, предлагает пенсионерам какие-то денежки по соглашению сторонам. Что-то он делает официально. На Кузнецове не так. На Кузнецове официальное сокращение никем не объявлялось. Созданные условия такие, чтобы люди уходили сами. То есть стучат друг на друга. За любую провинность, за любое нарушение дисциплины сразу акт. Два-три акта увольнения. То есть атмосфера на заводе просто бешеная, адская. Все боятся пикнуть, вякнуть, очень боятся. А получается ситуация такая, что руководство завода доводит завод до уничтожения. Как можно за 10 лет не произвести основную продукцию, на которую есть заказ. Кроме того, пока действовали конструкторские бюро, есть разработки, как на базе списанных двигателей создавать газотурбинные насосы для «Газпрома». Непаханное поле «Газпром» готов покупать десятками эти двигатели. То есть, говорите, насосы. Вот делай, не хочу, зарабатываю. У тебя денег должно быть валом. Никому не надо. Из руководства завода никому не надо. Получается, мы опять упираемся к тому, что только рабочим, только работникам предприятий требуются эти производства. Причем есть кому что продавать, есть что делать. Но как-то вот такая ситуация, чем хотел поделиться. И будем надеяться, потому что мы наконтактоваться с профсоюзной организацией Кузнецова вышли. Хотя у самих руководителей руки опускаются. Потому что они говорят, ну мы пробовали там забастовки, мы пробовали там то, другое. Говорят, что-то ничего у нас не срослось. Сейчас будем, конечно, их теребить, пытаться реанимировать. У нас завод там огромный, разбросан по территории города на разные стороны. Одна часть, да, один из профсоюзных лидеров вроде как вышел с нами на контакт. Так что вот такая информация, чем хотел поделиться. Спасибо. По Самаре все. Бобин Григорьевич Славович, врач Санкт-Петербург. Непосредственно Рабочая партия России сейчас каким-то образом принимает участие в конфликте, который заворачивается в Санкт-Петербурге с метростроем. Наверняка все слышали об этой ситуации. Но и вот эта ситуация показательна в плане занятости. Итак, у нас есть метрострой. Есть реакционный капитализм в нашей стране. Когда наши нынешние эффективные менеджеры выросли из тех, которые просто отняли незаконным путем, приватизировали предприятия. И большинство из них вообще в принципе не знает, что с этим предприятием делать. Но и не заинтересованы в итоге ни в чем, кроме как в табличке от этого предприятия. Это касается в том числе и метростроя. Руководители там приняли такую позицию, что обладая таким активом, как метрострой, они просто на себя вытягивают деньги. Деньги немалые, потому что Питеру нужно метро, туда валиваются миллиарды. То есть в ближайшие 10 лет туда в метро должны валить где-то 300 миллиардов. То есть деньги есть и сами предпоставители, то есть непосредственно руководство предприятия делают следующим образом. И так они монополисты, кроме них никому эти деньги не достанутся, они берут эти деньги. И по большому счету эти деньги сразу же вваливают в какие-то свои активы, которые, ну по большому счету, деньги начинают просто эти деньги крутиться в банках. То есть они не идут ни на развитие предприятия, ни на что-то еще, просто начинают крутиться в банки, в банках. И как бы Санкт-Петербургу нужно метро. И если в советское время метростроицы достигли вот этих в 80-х годах показателей, по 5-6 станций в метро открывали, то сейчас Санкт-Петербургский метрополитен, то есть как бы обладая этим опытом и всем остальным, но на самом деле этот опыт ушел, наверное, с теми людьми, которые работали в 80-х годах, сейчас делают меньше одной станции в год. И сейчас сложилась ситуация, когда город понимает, что им надо чего-то делать, они начали отжимать монополию Александровых, и Александров сейчас пытается делать ход конем. Он берет этот единственный щит тоннеля «Проходческие надежды», чтобы с ним прийти на рынок Москвы, то есть в метрополитен Москвы, и там работать с этим щитом. То есть единственный щит более-менее нормальный, он хочет забрать, тем самым лишить 2000 человек метростроистов рабочих мест. 2000 мест. При этом Санкт-Петербург, город, организовывает комиссию, ну то есть они смотрят, что станции не готовы, денег много, толку нет. Выясняется, что оборудование старое, и вот в отчете, которое мелькало по телевизору, там произносятся следующие слова, из 3000 работников, которые должны быть на рабочих местах, в данный момент работает 365, данные мощности не позволяют точно закрыть срок те объемы, которые они должны закрывать, ну там, к определенному времени. То есть представляете, да, Путин только что сказал, что мы должны организовать, ну там они там, это понятно, правительство ставит перед собой задачу, организовать 25 миллион высокотехнологических мест, рабочих, новых, и при этом вот они места, вот она подземка, и ничего не происходит. И это все творится вот конкретно в северной столице. Если вы думаете, что в Москве как-то лучше, то скажу следующим образом. Представляем, да, вот в Санкт-Петербург один тоннель и проходческий щит, ну они его называют Надежда, не знаю почему, это шведского производства, ну вот это шведского, то ли шведского, то ли австрийского, ну короче, это совершенно не наше, то есть мы сейчас не умеем эти щиты делать, тоже тоннели проходческие. Значит, в городе Москве сейчас работает 33 тоннели проходческих щита, из них ни одного российского. При этом 10 сейчас поставляет Китай, и Китай вместе с этими щитами везет сюда же и рабочих. То есть, представляете, Москва, Кремль, Путин говорит, что мы сейчас для рабочих создадим 25 миллионов высокотехнологических мест, и при этом же в Москве метро обращается к китайцам, и китайцы там сейчас они с собой везут 10 тоннелей проходческих щитов. Причем непонятно, вот эти 20, которые есть сейчас в Москве, в каком они состоянии. При этом, знающие люди говорят, что на этих, ну мы не умеем делать тоннели проходческие щиты, а те, которые прибыли в Москву, они сделаны по лицензии какой-то иностранной фирмы, то есть, не китайской, и у них там стоит лицензия, что нельзя работать на этих, ну по лицензии, что может только китайцы использовать эти тоннели проходческие щиты. Так вот, в этом тоннеле проходческом щите стоят маркировка 399-й щит и 401-й, причем эти щиты новые, то есть, им вот этим первому, от первого до 400-го, ну примерно лет 7. То есть, представляете, вот эти объемы в Китае, ну и ясно, что в Китае один километр того же моста, там сравнивали с Крымским мостом, что-то в 10, кто-то говорит в 10, кто-то говорит в 15 раз дороже наш мост обходится, чем в Китае. Ну понимаем, да, какая конкуренция. И опять же, вот эти рабочие, знаете, у нас как развивалась ситуация, на партии, ну на ВРПР, на одном из собраний сказали в сентябре месяце, что возникла такая катастрофическая ситуация в метрострое, что надо как бы помочь рабочим, они как бы ходят и не знают, чего делать. И один из наших товарищей сказал, что да вы туда залезьте, вы попробуйте к ним подойти, к этим метростроевцам. Они скажут, да мы шахтеры, это вот как летчики говорят, мы летчики, блин. Остальные все обслуга, уходите нас и носите на руках. Ну и мы на тот момент решили, ну как бы отговорили, что да, не подойти. Ну вот у них совсем катастрофическая ситуация, ну вернее не то, что катастрофическая. В итоге они объявили забастовку, может помните, шахтеры 20 с чем-то человек, 24 человека, они вышли на поверхность. И тогда мы уже точно решили, все, надо туда доехать. Мы туда доехали, мы как бы и так и сяк и тролливали, но по большому счету до сих пор при всем нашем желании помочь им толку никакого. Они все равно выходят к Смольному и проводят вот эти вот мифические митинги перед Смольным, которые к коренному улучшению ситуации не ведут вообще совершенно. То есть они отказываются от помощи какой-то ни было. И причем обращались к ним не только актив рабочей партии России, к ним обращались различные профсоюзники по линии КТР, в том числе вот это вот, то что мы называем органайзерами из КТР. Все, ноль, глухо, они закрылись. Хотя вот только в 10 километрах от них есть докер, у которых есть прекрасный трудовой договор, который они защищали неоднократно. Вот только что перечислены пункты, по которым занятость, она как бы гарантирована. При этом надо предполагать, да, представляете, да, вот этот вот метрострой. То есть на поверхности лежит, что нужно объединяться и московским метростроевцам, и питерским метростроевцам. В принципе, у них должен стоять единый профсоюз, у них единые какие-то, ну, единые интересы. Но замкнулись себе и все. Все, опять же, вот, да, есть докеры, но они вот, вот, много лет они вот как маяк. Вот они вот, вот они вот такие стоят, вот как башня, и никто их не поддерживает, понимаете? То есть нет вот этой солидарности. Нужна, опять же, солидарность между профсоюзами, ее вот такой вот прям вот поддержки, плечо. Ну, и опять же, вот шахтеры, ну, могли бы они, заключив трудовой, ну, создав профсоюз, заключив коллективный договор, учитывая вот эти вот все наработки докеров, как раз застраховать себя, потому что сейчас, ну, точно в Александровых отберут этот монополий, отберет город этот бизнес. Непонятно, кто, ну, город, это в кавычках неизвестно, кто, что за капиталисты стоят за этими людьми. Но, опять же, вот эти гарантии, что при смене собственника, все, ну, как бы для рабочих гарантии сохраняются, позволило бы им, позволило бы им остаться на предприятии. А так получается, то есть при разговоре с ними, получается, они сейчас ждут, что их как просто поганую собаку выгонят. Просто выгонят и все. Но городу нужны эти профессионалы, вот это надо понимать. Городу нужны эти профессионалы, какой бы ни пришел. То есть, варианта два. Либо вы строите силами российских рабочих, которые много лет работали на этом предприятии, либо, опять же, придут китайцы. Я не против китайцев, но я просто за наших, понимаете, за нашу рабочую силу. За наших рабочих, которые... Вот она проблема, ее надо решать. И решать, ну, как показывает практика, могут только сами рабочие, объединившись в профсоюз, поняв свои интересы, что только они могут это все сделать. Но, опять же, вот все, что было перед этим сказано, все им в помощь. Ну, и наверняка есть еще такие предприятия, которые просто вот замкнулись в себе, и так называются, они говорят, мы не будем выносить это все на поверхность. Ну, не выносите вы это на поверхность. На какую поверхность вы не выносите? Вы просто не объединяйтесь. Вот этот вот девиз о том, что пролетарии всех стран соединяйтесь, вот конкретно для метростроя это было бы спасительной. Но помогли бы им. И советом помогли. И наверняка бакции какие-то. Нет, но они замкнулись себе и все. Еще раз говорю. Выходят к Смольному и решают вот такие проблемы, о чем я и говорил. То есть они решают вот эти единичные моменты, которые, ну, это прийти и сказать, ну, вот они выходят в требование такое. Отдайте нам зарплату за декабрь. Вот они пришли в это, ну, соответственно, Смольного звонок Александра убежит этот Александров, разговаривает с рабочим, обещает, завтра отдадим. Ну, что они решили в корне? Конкретно зарплату за декабрь? Да, все, больше ничего. Так что вот этот вот призыв, что пролетария всех стран, соединяйтесь, это в том числе может и решить вот эту вот проблему занятости. Проблему занятости. Ну, чувствуете, то есть нету профсоюза, рабочие не участвуют в производственном процессе, в той степени, что сформировать бригад, там подобное. Объяснить, это же можно как-то именно от профсоюза надавить, что, ребята, у нас оборудование не менялось уже 25 лет, 30 лет, надо поменять. Что это за один этот щит всего лишь, да, у нас там был такой в зените этот Халк такой нападающий. Он стоил как три вот таких вот тоннелей прокладческих щита. Вот что важнее городу? Вот этот Халк, на который я, ну, я не знаю, один матч, может, смотрел по телевизору, либо метро. Мы понимаем, но это все, опять же, в какой-то степени зависит, в том числе, от профсоюзов, от организованной силы. Все, спасибо. Кто бы хотел выступить по вопросу? Сейчас сначала рабочие. Герасимов Ерипович, механик-навадчик, инженграф Мегаляка. Ну, что я могу сказать про занятость современной молодежи, на заводах. Из тех, кто со мной отучился, 30 человек вместе учились на станочниках и операции по ЧПУ, работе по профессии пошли двое. Непосредственно по профессии операции по ЧПУ. В рабочие пошли человек трое-четверо. И придя на завод, они увидели, не пойми что это, скажем так, мягко выражаясь, что станки изношены капитально. Они бы и рады, в принципе, работать. Но на таком оборудовании работать невозможно. Когда я впервые, собственно, подошел к станку, как к станочек, это был станок старый, советский, со стойкой 2R22. Это такой мамонт, которого ужасная машина, на которой работали методом тыка. И работодатель не хотел вкладываться в станки. Этот станок откатал более чем 400, по-моему, 40 тысяч часов точно откатал этот станок до последнего ремонта. То есть он вообще никак держался на последних. Потом я перешел на другое место работы. Там я офигел дважды. Я работал на станке, который до сих пор работал на перфоленте. Да-да-да, не смейтесь, это действительно так. И это оборонное предприятие, между прочим, на котором делают наши самолеты. То есть это был для меня полнейший шок. А когда этот станок сломался, там была труба, которая шла вдоль блок-микросхем с маслом, и она потекла. Я подхожу к ремонтам и говорю, ребят, почините. Ну, станок плохо работает. Они просто взяли, подошли, открыли шкаф с микросхемами. Масса течет по микросхемам. Они берут, сверлят дырку внизу шкафа и говорят, ну, все, Юра, можно работать. Только ты подкидывай опилки, периодически там песок, все будет нормально. Вот так. И я, в принципе, понимаю тех, кто не пошел после учебы на завод. То есть они бы это прочувствовали, чисто отторжение. Впрочем, что говорить о занятости. Вот, в принципе, все так и выглядит. Для типичного молодого рабочего, который приходит на предприятие. Я все, я закончил. Позитивное что-нибудь, можете сказать? Позитивное, но, не знаю, сейчас я работаю в более-менее нормальной конторе, скажем так. Это и позитивно. А профсоюзные организации там как? Профсоюзные организации? Я вообще профсоюзов не видел номинально. Вот чем дело. Я только на одном предприятии видел, как сказать, ток-табличку на проходной, что профсоюзы есть. Я профсоюзов не видел никогда. Ни профсоюзных деятелей, никого. И самое интересное, сколько я работаю, я ни разу от коллектива не слышал о профсоюзах. Вот совсем абсолютно. То есть, для стариков профсоюз это те, кто дает путевки. Ну, иными словами, детей отправляют в уйгеря, прочее. Ну, то есть, такой определенный сервис, скажем так. То есть, ты состоишь в профсоюзе и получаешь плюшки. Все. То есть, это не обеспечивает борьбу за положение рабочего абсолютно. И поэтому, собственно, и к профсоюзу такое отношение. Независимый профсоюз, ну, независимых профсоюз я не видел. Вот вообще. А почему? То есть, надо создавать. В процессе. Просто у вас форумы. Вот это позитивно. В процессе? Ну, так что, ну, еще вопросы будут. Желаем удачи в создании. Самое позитивное, я сказал уже. Иванюк Артем Сергеевич, город Электросталь. Стараюсь коротко. Не могу не выступить в данной секции, потому что в нашем городе также это очень серьезная тема. На заводе Электросталь продолжается сокращение. Люди размазываются по угоду, поэтому нельзя назвать массовым. Людей увольняют ежемесячно десятками, так скажем. Ну, меньше 50. Но за год получается очень большое количество. У нас недавно губернатор Московской области Андрей Воробьев выступал с отчетом за год. Рассказывал о том, как в области все хорошо. Строятся ежегодно около 100 предприятий новых в Московской области. Вот. Мне хотелось бы узнать, где именно и каких. Потому что мы с товарищами искали эти предприятия, но ни одного не нашли. Либо это какие-то маленькие такие заводики, у которых штат порядка 50 человек. Ну, для сравнения с заводом Электросталь пока еще 5000 насчитывает. Вот. История следующая. Мэр нашего города, города Электросталь, недавно у него тоже был ежегодный отчет. И он сказал, что завод Электросталь за год, предыдущий, за 2018 год, увеличил объем продукции на 42,8%. То есть, как бы, рост продукции наблюдается. Сейчас запомним этот показатель и вернемся вот к чему. В конце прошлого года на YouTube-канале Фонда Рабочей Академии вышло мое видео, в котором я рассказывал о разработке прогрессивного коллективного договора для нашего предприятия. После публикации на вторые сутки меня вызвали в правком. То есть, будьте уверены, Фонд Рабочей Академии, YouTube-канал и Рабочие ТВ Москва смотрят не только рабочие, но и еще и представители администрации и правком. В общем, меня вызвал председатель союзного комитета на разговор, и в течение двух с половиной часов мы с ним обсуждали, конкретно по каждому пункту прогрессивного коллективного договора проекта, почему это не сработает. То есть, меня пытались, можно сказать, перевербовать или охладить, как-то, может быть, так сказать. И мотивация у председателя была такая, что денег на заводе нет, завод работает в убыток, и сейчас не время возникать. То есть, ребята, остыньте, отправляйтесь на рабочие места, работайте, и все. Так сказать, что сделал я, связался с товарищем Кузьминым, это секретарь московской организации, соответственно, рассказал про разговор с председателем, и мы открыли отчет бухгалтерский за 9 месяцев 2018 года и проанализировали те показатели, которые там указаны. На предмет того, действительно ли все так плохо, как нам сообщает председатель правкома. И пока сейчас я готовился, выписал некоторые цифры. Округленно. Выручка за 9 месяцев составила 10 миллиардов рублей, себестоимость продаж 8 миллиардов, управленческие расходы 1,5 миллиарда, прочие расходы 1 миллиард, зарплатный фонд 2,5 миллиарда почти, при пересчете на месяц средняя заработная плата 51 тысяча рублей. Все-таки сейчас мы говорим о секции сохранения рабочих мест, и это для нашего завода очень актуально, потому что сокращение продолжается. И стоял вопрос о том, можно ли сохранить численность работающих на нашем предприятии и не сокращать людей. Так вот, посмотрите на вот эти цифры, управленческие расходы 1,5 миллиарда и прочие расходы. Я так понимаю, что управленческие расходы – это доходы членов правления и так далее. И если мы посчитаем количество человек, то получатся здесь очень большие деньги. И они никаким образом в сравнении с 51 тысячей средней зарплаты, заявленной, не встают. Поэтому, когда речь заходит о том, что денег нет, я думаю, что, даже не думаю, я уверен, что если эти бухгалтерские отчетности публикуются на официальных сайтах заводов, их в первую очередь нужно рассматривать, анализировать. У кого возникают трудности, у нас есть очень мощные научные консультанты, например, Александр Владимирович Золотов, Олег Анатольевич Мазур и Виктор Иванович Галко, которые всегда готовы помочь и рассказать, что же здесь в этих цифрах зашифровано. А у меня на данный момент все-таки остается вопрос, какие именно расходы находятся в управленческих, и как можно их снизить для того, чтобы сохранить численность нашего завода. Это первоочередная задача – сохранить численность рабочего класса на заводе «Электросталь». И вообще на всех производствах нашей страны. Спасибо. Дорогие друзья, товарищ Лютов Евгений Борисович, СВБ ГУП «Пассажир Татранс» в Санкт-Петербург. Могу с вами поделиться и с адреской информацией. Недалеко, как вчера, у нас в нашем парке произошло огромное ЧП. Была написана анонимка на сайт «Контроль.орг», как-то так. И там кто-то явно с нашего производства прям вскрыл вот все, прям вот всю подноготную. Как воруют, как запчасти раздают не на наши автобусы, которые люди едят, а на владельцам частных автобусов, которые работают там же у нас в парке, но приближенных на части, так сказать. В пятницу уже какая-то была прокурорская проверка. Начальников не было видно ни одного. Наверное, перепятывают краденое. И вот хотел задать вопрос научным консультантам, а имеет ли смысл обращаться к этим дружуазным органам, чтобы написать анонимную какую-нибудь петицию, и чтобы хоть как-то проверяли. Будет ли с этого какой-нибудь толку? Вот как раз хотел послушать научных консультантов, и как раз сравним с тем, что будет на самом деле. Буду держать в курсе. Постараюсь на следующее РКР-приедро, естественно, расскажу. Так, конечно, в парке у нас катастрофа. Нас, не знаю, я уже говорил на прошлом РКР, что нас спасет крупное жертвоприношение. Вот так и не случилось. Но автобусы два уже сгорело. Хорошо это, плохо, непонятно. Но, ну, очень-очень все изношено. Мы на грани катастрофы. Такая история. Меня зовут Сарайкин Сергей Сергеевич, я член Рабочей партии России, Москва. Московская организация. Работаю в IT, много лет уже, поэтому рабочим не являюсь. Я просто хотел как-то обобщить то, что здесь сейчас было много раз сказано, и подвести какую-то научную базу под это дело, потому что, ну, скажем так, в прошлой жизни я все-таки был научником, и я не могу по-другому на мир смотреть, кроме как не обобщая факты и не делая выводы. О чем мы здесь говорим? О том, что, с одной стороны, стандартная фраза, все ее, наверное, знают, общественное бытие есть производство. То есть все мы заняты трудом, общественно полезным трудом. Мы в нем живем, благодаря ему существуем, им дышим, и он дает нам средства к существованию, в конечном счете. Это с одной стороны. А с другой стороны у нас что случилось? У нас случилась буржуазная контрреволюция от более высокой общественно-экономической формации, в ходе которой было создано, ну, огромное количество материальных ценностей. Могучее производство, которое не соответствует текущей общественно-экономической формации, оно избыточное. Поэтому оно уничтожается и приводится в соответствие. И об этом мы сейчас говорим, о том, что уничтожаются предприятия, уничтожаются рабочие места, уничтожаются прогрессивные средства производства. Ну и, соответственно, за 30 лет почти уже не создаются новые. Я тоже в этом смысле пострадавшая сторона, потому что, ну, если бы не было контрреволюции, скорее всего, я бы занимался фундаментальной наукой. Вот. Это о грустном. А теперь о том, что в плане профсоюзной борьбы имеет смысл делать. Как бы мы ни поворачивали этот вопрос, как бы ни крутили его, какие бы выводы бы ни делали, мы все равно приходим к тому, что текущие руководители производства, ну, в кавычках даже руководители производства, они не могут им управлять эффективно, они его уничтожают. А раз они его уничтожают, они абсолютному большинству, которым является рабочий класс, в общем-то, и не нужны. Они уничтожают в ходе этого бытие его, то есть само население, в конечном счете уничтожают тоже. И если кто-то думает, что это какое-то новое явление, может открыть первый тон Капитала Маркса, почитать какие-то там в середине книги главы «Положение рабочего класса в XIX веке в Англии», из которых, например, исследует, что часть законов, охраняющих детский труд, женский труд, были приняты как раз из-за того, что просто-напросто в один прекрасный день и капиталисты английские проснулись, и обнаружили, что некого брать на работу. Население начало выбирать и деградировать. То есть это была вынужденная мера. У нас примерно такая же ситуация предстоит быть, если мы не сделаем одной простой вещи, не возьмем под контроль средства производства. Поэтому профсоюз рано или поздно, если он хороший профсоюз, если он растет, он все равно придет к состоянию сначала контроля производства, а потом в состоянии совета. Хочет он этого, не хочет, это его путь, это его развитие. Иначе он превращается в желтый профсоюз, который борется, ну, в лучшем случае за индексацию заработной платы по результатам индексации Центробанком в конце года. Ну, а вот как раз профессор Золотов показывал актуально, что это прямые потери для каждого зарабатывающего ежегодно. В общем-то, все. Спасибо. Желающих выступить больше нет? Пожалуйста. Здравствуйте. Асташенко Антон, член рабочей партии Белгорода. Со всем этим всем согласен. Профессия. А? Профессия. Профессия взрывник. Один такой момент еще на своей практике из профсоюзного движения, я сам стоял в НПРовском профсоюзе в горном и наблюдал такую вещь, что люди, они максимум воспринимают профсоюз как просто инструмент защиты новых трудового кодекса, но они не воспринимают профсоюз как орган борьбы за управление своей жизнью. И эту точку зрения до них нужно доносить, ее пропагандировать. Все, что пока на данный момент могу сказать. Спасибо. Товарищи, ну немного хотел сказать еще об идеологии. То есть господствующая идеология у нас буржуазная, да, в обществе, поскольку строй буржуазный, вот. И, конечно, вот с этим тоже надо бороться. То есть у рабочих должна быть рабочая идеология, идеология рабочего класса. В этом залог победы. Вот эти все выступления там по телевидению. Пропаганда, конечно, работает очень, очень мощно, вот. И в этом смысле вот наше собрание здесь, оно, как говорится, свет проливает, свет истинный, свет, как говорится, добра, да. Вот. И это пойдет, так сказать, вот и в интернет, вот. И это надо пропагандировать, доносить, доносить. И вот я вспоминаю такую мысль, вот Иван Михайлович Герасимов ее озвучил, что семья, да, вот есть такое выражение, семья – ячейка общества. Но на самом деле коллектив – ячейка общества. Потому что если рушится коллектив, если человек теряет работу, то он выпадает вообще из жизни. Выпадает из жизни общественной. И уже семья тоже под вопросом. И это, ну, это действительно катастрофа, которую надо осознать и предупредить. Как вот у нас врачи здесь есть, уважаемые, не дадут соврать, что всегда легче предупредить, чем лечить, да, профилактика. То есть профилактика – это, то есть пока не поздно, пока еще не поздно, вот пока есть коллектив, то есть нужно вести борьбу. Потому что, как говорится, за проходной уже, когда ты вышвырнут на улицу, уже это делать поздно. Вот для этого и есть вот наш комитет, чтобы люди рабочие, мы осознали, донесли это до коллективов и начали борьбу за сохранение рабочих мест. И как способ, способ этого достижения этой борьбы – это коллективный договор и сокращение рабочего времени. Вот, это как уже инструмент, да, коллективный договор. И 6-часовой рабочий день он позволит сохранить, использовать плоды научно-технического прогресса в наших интересах. И в интересах только капиталиста. И я совершенно согласен с Александром Владимировичем, что, конечно, научно-технический прогресс, он должен служить на пользу обществу, всему обществу. И сокращение рабочего дня, и сохранение рабочих мест – это развитие общества. И давайте бороться за это и победим в этой борьбе. Желаю успехов. Дексирев Денис Борисович, заведующий отделением медоскопии Госпиталь для ветеранов войн в Санкт-Петербург, научный консультант Российского комитета рабочих. Прежде всего, я хотел бы ответить Александру Борисовичу по поводу обращения в государственные структуры. Да, конечно, надо обращаться. Но, например, немногие знают, что сейчас Государственная инспекция труда может выходить по обращению работника на предприятие без уведомления работодателя. Если сигнал поступил, допустим, что не оформлен трудовой договор или нарушены другие права, они могут выехать и проверить все на месте без всякого предупреждения. У нас в Петербурге уже недавно выступал как раз представитель трудовой инспекции. Просто не хватает инспекторов для того, чтобы выезжать по всем сигналам и наводить порядок. За этим следуют крупные штрафы, за этим следуют санкции по отношению к работодателю. Следующая прокуратура, как говорится, разъясняет. Значит, есть прокуратура, которая тоже обязана реагировать на поступающий сигнал. Поэтому государство, как представитель коллективного собственника, представитель класса, оно вынуждено наводить порядок и ограничивать аппетиты отдельных представителей класса, которые пытаются отжать все, что можно и все, что нельзя у рабочих, и тем самым наносят вред не только, собственно говоря, своим работникам, рабочему классу, но и наносят уже вред самому государству. То есть вообще подрывают порой основы существования, как мы видим в таких стратегических отраслях, как военная промышленность, как космическая промышленность и так далее. То есть то, что вообще уже ставит нашу страну на грань существование. Потому что не надо забывать, что, как раньше наша страна находилась в агрессивном капиталистическом окружении, это окружение осталось капиталистическим и не менее агрессивным. И никто с нами особо церемонится не будет, так сказать. Хищники, так называемые, империалистические, они только стоят и ждут, пока наконец, так сказать, тигр ляжет, наконец полностью, чтобы наброситься на него и разорвать на клочки. Поэтому на самом деле времени у нас осталось не так много. И вот те остатки промышленности мы сегодня видели, слышали многократные примеры, что там закрывается, здесь закрывается. То есть это, в общем-то, последние столпы. Там, где есть еще крупные коллективы, там, где есть еще возможность для борьбы, возможность для организации. И все, собственно говоря, чем мы здесь занимаемся, и организация профсоюзной работы. Нужно для чего? Для того, чтобы профсоюз, как совершенно правильно сказал Александр Владимирович, профсоюз создан тогда, когда он вышел на забастовку. Пока нет забастовки, это еще зародыш профсоюза. А что такое забастовка? Это забастовочный комитет, и забастовочный комитет это уже, извините, совершенно другой уровень организации пролетариата. Потому что неизбежно при проведении забастовки экономические требования переходят в требования политические. Требования политические, они всегда присоединяются. То же самое требование сокращения рабочего дня до 6 часов. Это не просто экономическое требование, как в свое время до 8 часов было не просто экономическим требованием, а требованием политическим. Также и до 6 часов. Требование политическое. Естественно, это требование никто выполнять не будет. Это рабочий класс должен взять самостоятельно. Каким образом? Сокращая во время забастовки рабочий день до 6 часов. Как нужно использовать это время? Это время нужно использовать для организации. Это время нужно использовать для овладения теорией. Это время нужно использовать для того, чтобы связаться с другими бастующими коллективами и для того, чтобы осуществить, конечно, коренные перемены в жизни общества. Потому что если мы это не осуществим, нас просто сомнут, и страна наша как единое целое перестанет существовать. Такие планы есть, они ни для кого не секрет. Есть и внутри странные силы, в регионах, которые хотели бы немножко больше поживиться тем пирогом, который они сейчас имеют. Но, к сожалению, или к счастью, они этого не увидят. Потому что есть российский рабочий класс, у него есть мощная история, есть память историческая, есть потенциал, есть рабочая партия России, которая стоит крепко на позициях рабочего класса и отстаивает последовательные его интересы. Поэтому я думаю, что здесь победа будет за нами. Ну и то, что касается занятости, я бы хотел напомнить всем еще раз. Собравшись, я думаю, что в этой аудитории нет смысла об этом говорить, но поскольку у нас все транслируется, что при капитализме занятость вообще не гарантирована. Никаких гарантий занятости при капитализме нет. Капитализм предполагает, что рабочий лишен собственности, он продает собственный труд. Вернее, свою способность к труду, рабочую силу. А вот купят у него это или нет, всецело зависит от того, от стороны покупателя. Да, он может пытаться цену себе набить, но естественно не в одиночку, а объединяясь в профсоюзы, которые по сути дела и создаются изначально как инструмент для продажи рабочей силы, чтобы продавать все вместе, монополия определенная. Но купят или нет, это неизвестно. И все то, о чем говорил товарищ Сарайкин, тоже верно. Мы встроились в систему мирового капитализма, только встроились-то мы с хвоста этого поезда. Никакая промышленность, никакое оборудование, никакие технологии не нужны никому наши. Тем более, что они уже устарели, устарели, извините меня, не на 30 лет, они уже на 50, на 60 лет устаревшие. А нужны только одно, нужны ресурсы. Мы нужны мировому капиталу, как сырьевой предаток, как колония, для того, чтобы качать отсюда ресурсы. Да, и соответственно, отсюда вытекает все остальное. Разрушение производства, сокращение населения и так далее. Избыточное население. Если мы вспомним о том, что вообще происходит с избыточным населением, давайте обратимся к тому же Марксу, капиталу Маркса. Вспомним судьбу индийских ручных ткачей, например. Или вспомним его доклад о торговле, речь о своей торговле, 1848 года. О 50 тысячах лондонских ручных ткачей, которые просто вымерли из-за того, что пришел парк и повысилась производительность труда. Неизбежно при капитализме повышение производительности труда, если нет противодействия со стороны работников, будет использоваться для сокращения численности работников. Да, мы можем этому противопоставить борьбу, противопоставить сокращение рабочего дня. Безусловно, об этом нужно говорить, за это нужно бороться. Но всегда надо видеть конечную цель. Это боевые профсоюзы, это забастовки, это советы, это завоевание политической власти. Благодарю за внимание. Золот Александр Владимирович, консультант Российского комитета рабочих. Уважаемые товарищи, мне тоже хотелось бы обратиться к Марксу в подтверждении той мысли, что безработица – это неизбежное следствие капитализма. И не просто неизбежное следствие капитализма, а неизбежное следствие развития, прогресса капитализма. Вот в первом томе капитала говорится о так называемом всеобщем законе капиталистического накопления, которое стоит в том, что с развитием накопления, то есть накоплением новых средств производства, возрастает резервная армия труда, то есть растет безработица. Это просто к вопросу о том, отчего это вдруг все сокращают. Ну, может быть, это вот, знаете, так, компания такая, а потом перестанут сокращать, работников я имею в виду, да, перестанут мешать безработицу. Это, уважаемые товарищи, мы это, я думаю, нисколько не сомневаемся в том, что это не компания. Но вот людям, которые в этом сомневаются, в этом не знают, мы хотим сообщить, что это свойство капитализма, это закон капитализма. Использовать технический прогресс для того, чтобы выкидывать людей на улицу. По многим причинам это выгодно капиталистам, и в капитале об этом можно прочитать. Но означает ли это, и Маркс это говорил, что, как и всякий закон, этот закон тоже подвергается действию модифицирующих обстоятельств. И вот борьба рабочего класса, это и есть то самое модифицирующее обстоятельство, которое способно, ну, притормозить его действия, по крайней мере. И как можно бороться? Вот я бы хотел на этом остановиться, и можем следовать нам специально эти вопросы рассмотреть на следующем заседании Российского комитета рабочих. Вот все время звучит, рабочие места, сохраняемые рабочие места. Ну вот, мне кажется, в условиях научно-технического прогресса сохранять рабочие места, то есть вот те, что есть, это все равно, чтобы сохранять вот вчерашний снег, да? Ну, вот растает обязательно снег, действительно. И также, ну, если технический прогресс, как вы сохраните то же самое рабочие места? Ну, поменяется оборудование. И что, мы против, что ли? Наоборот, ну, сколько вы сейчас картину писали, какое было оборудование, да? 50-летней давности и станки вот наш товарищ рассказал. Ну и что, за то, чтобы они остались и сохранились. И тогда сохранился, значит, товарищ Герасимов, который вот с этим станком справляется и в этом смысле обладает уникальными уже некоторыми компетенциями. Да нет же, ну, конечно, за то, чтобы такие станки заменялись на новые. А что значит новые? Это те, которые экономят человеческий труд. Потому что прогресс техники в этом и состоит. Хоть при капитализме, хоть при социализме. В экономии человеческого труда. В конечном счете, конечно. Поэтому мы не сохраняем рабочие места. Мы за повышение производительности труда. Места будут меняться рабочие. Места будут меняться рабочие. Фонд рабочего времени будет сокращаться на предприятиях. А вот на оставшееся количество рабочих мест, так сказать, притязают и должны быть трудоустроены все те же самые рабочие, которые были. Да, пройдя переобучение и так далее. Поэтому мы не рабочие места сохраняем. Мы сохраняем занятость. Занятость может сохраняться, при том, что станков стало меньше. Но единственный путь тогда сохранить занятость – это сократить рабочий день. Вот другого пути просто нет. Поэтому переводим вот этот разговор о сокращении рабочего дня в области того, что это хорошо бы, что это для развития, безусловно. Это увеличение свободного времени. Но непосредственно сокращение рабочего времени и рабочего дня означает одно непосредственно, что сохранение занятости и другого пути в условиях научно-технического прогресса просто быть не может. Просто быть не может. Поэтому как-то к этому надо с этой мыслью освоиться и понимать, что мы не разрываем две задачи – занятость и рабочий день. Вроде бы никак самостоятельно. Нет. Если вы хотите в условиях развивающего производства быть занятым, с более высокой зарплатой, а поскольку производительность растет… Вот нам сейчас вот сказал Сергей Александрович Горбошкин. Ну смотрите, по отчетам 43. Или вы сказали, да? Извините, Артем Сергеевич. Просто… 43 выпуска. Так, а значит, каждый месяц сокращается по 50 рабочих, и того, значит, на полтысячи в год меньше. 43 объема. Я думаю, что это не только в рублях, а, наверное, все-таки в металле. А фонд рабочего времени на 10% уже сократился, так в расчете на час производительность. Ой, как выросло. А что же тогда сокращает людей? То есть фонд рабочего времени сократился. Ну и зачем людей сокращают? Только понятно, что сокращают. Люди, так сказать, они прибыли в вещи, закладку меньше прибыли перегнали. А на самом деле этот фонд рабочего времени сократился. Можно было, значит, на один час в день уже рабочий день сократить. И все бы люди работали. И вот только так можно решить проблему занятости в условиях капитализма. Только так. Потому что выставлять требования рабочего места, это вы что, в карман что-то полезете? Что это значит? В дополнение к старому станку логу поставить? Это абсурдно. Нет смысла в этом никакого. А еще и новость по станку поставить. Значит, он заменил три старых станка. Да. И вот их капиталисты из этого будут делать вывод. Но надо отправлять людей на улицу. Ничего подобного. Надо сократить рабочий день, и все будут трудоустроены в течение меньшего времени. И больше того. Я хочу обратить ваше внимание, товарищи, что на самом деле никакого научно-технического прогресса не может быть без сокращения рабочего дня. Что это не только следствие научно-технического прогресса. Это и предпосылка его. Вот привезли новый станок. Значит, Юрий Павлович, вы что, сразу вот закрутили его и пошли, и все, вы не владеете? Нет. Нет, совершенно верно. Это идет процесс освоения станка. А что такое освоение станка? Процесс освоения. Это что, производственный процесс? Да это процесс профессионального обучения. Это на самом деле называется рабочим временем. Вроде как в рамках рабочего времени. А на самом деле идет повышение квалификации. И даже профессиональная переподготовка. Сохранение заработной платы. Так это вам сократили рабочий день. А по-другому, если скажут, не, мы вам ничего не обучаетесь, ни в коем случае. А сразу работаете. Ну и что будет с этим оборудованием? Оно, в общем, оно сразу будет потеряно. И всякие капиталисты соображающие. Но в этом смысле они соображают. Они береги, значит, относятся к оборудованию. Все равно заставят вас его осваивать. То есть обучаться. То есть сократит рабочее время и будет платить вам денежки. То есть, на самом деле, вот, научно-технический прогресс невозможен просто, технически невозможен без сокращения рабочего дня. Но когда это уже будет плодом использования такого станка, вот тогда вот за плодами уже идут капиталисты. Дескать, ну ладно, тут они мерятся, что по-другому никак нельзя пустить в ход станок. Но когда уже он пущен, ну тогда давайте рабочих за борт, а вы будете в прибыль. Они будут в прибыль получать. Так вот, ничего подобного. Значит, все, мы и подготовили это внедрение, мы и внедрили. Но рабочие же оборудование запускает новое. Повышевая свою квалификацию. Вот мы должны располагать плодами. Это и повышение производительности в виде этого повышения, в виде сокращения рабочего дня и увеличения зарплаты. А я должен сказать, что экономия труда открывает возможность или того, или другого, даже для третьего. Значит, повышение производительности труда может предполагать сокращение рабочего дня, увеличение фонда заработной платы и увеличение прибыли. Ушить на то пошло. Ушить на то пошло. Это зависит от того, в каких пропорциях распределяются результаты и насколько, значит, энергично повышается производительность труда. Так что, здесь даже еще и без классовой войны можно обойтись. На самом деле, они даже в выигрыше останутся капиталисты, хотя не об их интересах мы заботимся. Но я хочу сказать, что не рухнет предприятие, капиталистическое предприятие, если будет сокращено рабочее деньги, вырастет заработный платы рабочих. Она тоже может стать прибылью. И не только это рассуждение, может быть, а разве по-другому происходило, если мы берем большую историческую ретроспективу. Сколько работали, какая была прибыльность. Ну, извините меня, полтора века назад работали по 14 часов, а нормы прибавочной стоимости 700% не было такой нормы прибавочной стоимости, как сейчас. А сейчас, вот слава богу, не 14 часов работает, а нормы прибавочной стоимости 700%, то есть прибылью сумасшедшая. Значит, все это в рамках даже капитализма, возможно. Ну, а когда уж так рабочее время сократится, ну, тогда я хочу окончить тем, что я закончил, окончил, значит, Дмитрий, Денис Борисович Дегтярев. Конечно, когда уж рабочее время будет сокращено, ну, тогда, разумеется, рабочие уже, так сказать, поставят вопрос следующим образом. Ну, что же такое, почему мы должны делиться правдами своего труда с теми, кто, в общем, в этом никак не участвует. Ну, почему? Ну, они не просто поставят так умозрительно, а будут уже готовы организации, они будут люди обученные, значит, практики коллективных действий, практики профсоюзной работы, лучшие люди, а тогда это будет более широкий, конечно, актив, будут в политической партии, которые, сказать, все это прекрасно понимают, объясняют, ну, тогда уже, конечно, после такого и вопрос о том, какой строй выше, и как перейти к коммунизму, будет решен положительным образом. Поэтому, решая задачу сохранения рабочих, не рабочих мест, а занятости, посредством сокращения рабочего дня, мы решаем и текущие задачи, и перспективные. И вот очень здорово, что наш российский импетент рабочих этим занимается, вырабатывает рекомендации, и, наверное, к этому вопросу надо и вклить, вращаться. Спасибо. Согласен. Я хотела сказать, что больше всего рабочих все-таки волнует именно обеспечение занятости, скажем так, по-новому. Но тут вопрос надо рассматривать двояко. Если, с одной стороны, речь идет о локальных сокращениях, то, конечно, профсоюзная организация очень может на это повлиять и помочь рабочим, и побороться с руководством предприятия, чтобы рабочие были заняты. Но у нас в России, к сожалению, такая проблема, что идет просто ликвидация целых предприятий. И тут бороться крайне сложно. Товарищ из Самары рассказывал о своих предприятиях, мне больно было слушать. Нам тоже. Но, тем не менее, все-таки такие способы существуют. Да, они достаточно редкие. Вот у нас в Ленинградской области, в Пикалево, из трех предприятий, пикалевских, градообразующих, два, собирались закрыть. Но рабочие предприятия сумели отстоять их. Там, конечно, была хорошая профсоюзная организация, и они выбрали, тоже подходящее время, когда президент был в Петербурге и перекрыли федеральную трассу. Причем жестко перекрыли, никого не пропускали. Был большой скандал, и президент был вынужден вмешаться, и эти предприятия до сих пор работают. Еще вот один случай был, но там, вот, к сожалению, я упустила где. Там тоже, там строительная организация собиралась ликвидировать предприятие, хотела построить там элитное жилье. На территории предприятия была часть очистных сооружений города. Естественно, работники это дело использовали, подключили администрацию города, и в конце концов отстояли это предприятие. Так что бороться можно, но, конечно, сложно. Если предприятие уже фактически ликвидируется, тогда забастовка не помогает. Пока еще не поздно, можно бастовать тогда, когда оно работает. И условиям этой забастовки, или захвата предприятия, я не знаю, отказа уходить с завода, должно быть условие сохранения производства. То есть, если не будет производства, извините, не будет и рабочей силы. Народ наш вымирает, спивается, и сокращается население нашей страны. Это очень серьезная проблема, она беспокоит меня. Беспокоит не только меня, конечно. Вот. Так что надо думать и как-то стараться все-таки бороться. Спасибо. Это Тяна Владимировна маленькую тонкость упустила. Это предприятие, которое оставили рабочие, было одно большое, его изрубили на три части, и дверь решили убить. Я просто не давала... Это очень важно. Это вот очень важный момент. Значит, сейчас буржуи очень любят говорить, что вот большевики отнимают власть и дели. Отнимают и дели. Они отнимают и делят. Ни одного предприятия, которое бы буржуи забрали в народа, не объединилось с другим предприятием. А вот изрубить на части Кокировский завод, сколько там, по-моему, 36 предприятий был завод, теперь 36. Много заводов? А вы говорите, они не открывают. 36, а был всего один. Вот. Ситуация-то вот ведь какая. Ну, выжорские заводы стали. Ижорские заводы. Ижорские заводы, да. Значит, по поводу борьбы за сохранение занятости. У докеров в Кодоговоре очень хороший пункт. У них записано минимальное количество рабочих. В Кодоговоре. Не менее чем. Больше, пожалуйста, меньше нет. Вот. Значит, для того, чтобы у них не рассыпали профсоюзные организации, вот, так сказать, не изорвали, они не пускают наемников на предприятия. То есть сторонних никаких, трехбрехеров, чтобы у них этого ничего не было. Тоже очень важный момент. Вот. А самое главное, конечно, что здесь у нас поднимается еще другой вопрос. вопрос подготовки кадров, как таковых. Значит, ну, наверное, есть предприятия, где, особо высокой квалификации, высокого образования рабочим не надо. Да, верно, есть. Я не знаю, я всю жизнь проработал наукоемку производстве, поэтому у нас рабочие совершил образование норма совершеннейшая. Ничего, это нормально. Вот. Значит, ну, завод электромаш, на котором я работал, его убили. А военные, кучу песен, нужны станции, которые мы делали, они просят небо закрывать, нечем, небо в дырках. Сделали участок, а работать некому, потому что к моменту закрытия завода, ну, процентов 85 были пенсионеры. Вот. Коллектива. Процентов 85. Осталось молодежь, причем в основном это энергетики, то есть не производственные. Вот. Обслуга, да, молодежь, да. А вот у меня есть бригады, бригада была, значит, вот на финише 7 человек, остался один. Вот один квалифицированный регулировщик на весь завод. Ему присылает учеников, вернее, не учеников, помощников, отставной капитан, ракетчик, специалист. Оказывается, он приборами пользоваться не умеет. Он два месяца поработал и говорит, не, у меня уже голова болит от этого, не, 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 а служба была какая, нажал на кнопку свет, загорелся, все хорошо, нажал, не загорелся. завода приезжают люди делаешь то есть потом закрыли радиотехникум был сейчас превратился я даже не знаю во что у меня товарищ однако щита преподавал он говорит это ужас какой-то чему учим зачем учим никто не понимает вот и отношение к промышленному производству конечно очень серьезно эти ребята поработали у меня это уж ники на практике хорошие ребята толковые у нас были для плиту которые выпускали любую рощах вот хорошие толковые ребята значит работает на практике почти год много на тассать получалось их научить заканчивается практика не ведет к финишу они дипломы делают я спрашиваю ребята вот их восемь человек кто придет на завод после армии они закачиваю петлю идут в армию а почему за такие деньги за забором восемь часов я придурком на рынок пойду и в два раза больше буду получать вот и все честно скажу не знаю и судьбу уже давно ты лет 15 назад как это у приходит нет монтажников которые не готовит нет квалифицированных рабочих то есть борьба за сохранение рабочих мест в том числе предполагает нашу борьбу нашу это наша ответственность заставить борьбу за то чтобы заставить администрацию готовить кадры вузах еще как-то там чего-то пытаются учить но извините вузы всю потребность квалифицированные рабочие силы не закроют надо восстанавливать систему пту техников и так далее это тоже одна из задач которая вытекает из проблемы значит занятости тоже занятость ради занятости это без смысла занятость ради будущего вот это вот это и есть лист ладно и хватит спасибо уважаем товарищи предлагается по данному вопросу следующий проект постановление постановление российского комитета рабочих о борьбе профсоюзов за обеспечение занятости российский комитет рабочих отмечает что уменьшение занятости и рост безработицы это главным образом результат используем научно-технического прогресса при капитализме не для сокращения рабочего дня и увеличение заработной платы работников при обеспечении полной занятости а для увеличения прибыли при ухудшении положения работников и понижение численности занятых в россии к этой основной причине роста безработицы добавляется свертывание производства из-за вывода капиталистами денежных средств за рубеж вместо их использования для развития предприятий для успешной борьбы за обеспечение занятости российский комитет рабочих рекомендует профсоюзом добиваться сокращения рабочего дня до 6 часов без понижения зарплаты что требует найма дополнительных работников исключать применение сверхурочных работ как ведущей конкуренции между работниками за рабочие места не допускать подмены бессрочных трудовых контрактов контрактами заключаемыми на определенный срок при замене старых рабочих мест новыми более эффективными осуществлять сокращение рабочего времени в сочетании с повышением квалификации и профессиональной переподготовки работников бороться за сохранение и развитие трудовых коллективов против их дробления и применения заемного труда активно использовать возможности коллективных договоров для обеспечения занятости участвовать в разработке реализации программ повышения производительность труда и поддержки занятости координировать борьбу за обеспечение занятости в общероссийском масштабе руководствуясь профсоюзной программой задачи коллективных действий принятой федерации профсоюзов России чем выше роль работников организованных в профсоюзе в управление экономикой тем надежная гарантия занятости работников. Вот данный проект постановления по этому вопросу предлагается принять за основу. Прошу голосовать кто за, против, воздержавшись, единогласно. Уважаемые товарищи, Оргкомитет предлагает дату следующего заседания Российского комитета рабочих, который будет предлагается провести 19-20 октября. Всех устраивает. Да, данные предложения может еще, какие-то будут предложить. Мы выносим на рассмотрение. Если возражений нет, да, давайте голосовать. Кто за то, чтобы следующий Российский комитет рабочих проходил 19-20 октября. Уважаемые товарищи, как председатель ежегодной конференции научно-практической по председателю комитету, по профсоюзному движению, я хочу тогда сообщить вам, что 18-го, да? Да. 18-го октября состоится очередная научно-практическая конференция. Возможно, возможное название, вот то, о чем говорил, товарищ Лапшин, «Ленинский подход к развитию профсоюзов» возможно. Но еще я подумаю, будет сообщено совету и старающим. Значит, теперь можно читать? Да, к повестке. Предлагаемую повестку дня. Я записал результат обсуждения в оргкомитете. Значит, предлагаются следующие вопросы по повестке дня. Очередного сюда не открою. Первое. «О борьбе профсоюзов за использование повышения производительности труда для сокращения рабочего дня и обеспечения занятости». Вот сегодня и то, и другое поднималось, и видим, к этому надо еще возвращаться. «О борьбе профсоюзов за использование повышения производительности труда для сокращения рабочего дня и обеспечения занятости». Значит, второй вопрос. Вот здесь в Стрюбле всегда говорится, что предыдущую работу нельзя рассматривать в отрыве от вопроса о повышении заработной платы. Второй вопрос. О борьбе за повышение уровня реального содержания заработной платы. И третий вопрос. Сегодня много говорилось о том, что надо учиться. И учиться не так, как в университете, а учиться теоретически и одновременно применяя знания в практической работе. Поэтому третий вопрос предлагается рассмотреть. О профсоюзной ущебе? О профсоюзной ущебе. Есть много аспектов, много проблем. Ну, скажем, российский инвентитет рабочих – это одна из форм обучения ущеба. Да. Тогда вопросы для размышления. Значит, если я обращаюсь в первую очередь к тем, кто имеет решающий голос, да? Если вы хотели бы услышать или осветить какой-либо другой вопрос и предложить его в повестку, то обращайтесь в оргкомитет. Этот вопрос будет рассмотрен. На сегодняшний день оргкомитет предлагает эти вопросы. И нам хотелось бы обратиться к рабочим, кто бы мог подготовить доклады именно по тем предложенным темам. Есть желающие? Подумайте. Да, да. Подумайте, кого какая тема устраивает. Кто-то может опытом каким-то готов поделиться. Кто-то с соображениями. Ну, или вообще свое видение на ситуацию. Завтра мы тогда к этому вопросу что? Может быть, еще на следующий год разобрать, так сказать, с практической точки зрения, какие успехи есть. Вот по тем местам, которым вырухтали на это. А, ну, а это будет. Так или иначе, будет. Если, по крайней мере, будут. Да, если об этом скажут. Ага, значит, по проектам постановлений. Значит, поправки принимают в письменном виде, да, докладчики. Редакционные комиссии, повторяю, это докладчики. По первому вопросу это товарищ Шилов. По второму вопросу это... Сейчас. Да, товарищ Горбушкин. По третьему вопросу товарищ Федин. И наши научные консультанты. В 430-й и 431-й номер в письменном виде прошу подавать, если у кого-то будут какие-то поправки. Редакционные комиссии их рассмотрят, и завтра мы будем их озвучивать и принимать уже постановление в целом. Все, объявляется перерыв. Завтра в 9 утра здесь же возобновляем работу. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok